Итак, привет народ, с вами Активист, известный в стиме как Борода, и сегодня мы посмотрим на World of Tanks, тот самый обзор, который я вам обещал еще два дня назад. Я поставил себе лимит показать вам World of Tanks за 7-8 минут, потому что первая версия видео содержала целый час видеозаписи и целый час болтовни, где 30 минут я что-то говорил, а 20 остальных минут я мычал как Мэдисон, и еще 10 заполненных минут я говорил, чем же игра мне понравилась или нет. Никто не станет смотреть мои часовые испражнения, так что уложимся за 7-8 минут. Я включил таймер на андроиде, погнали. При попадании в World of Tanks мы видим классическое теперь уже для всех танковых игр меню. А это танк, это лист танков внизу, магазины, исследования достижения и вся хуйня. Но давайте с каждым элементом мы разберемся подробнее. Перед нами сам танк, который можно крутить, вертеть и менять ему внешний вид. Внешний вид, конечно же, меняется за реал. А здесь есть вкладки с лесными, пустынными, зимними камуфляжами. Вы можете выбрать любой, нацепить его и гонять как дурачок. Также здесь есть эмблемы, и вместо, например, американской звездочки можно поставить козла, а с другой стороны все равно будет американская звездочка. И все будут думать, что вы американский горный пустын... Черт возьми, зимний козел. Не разобрался просто малюх в камуфляже. То ли это зимний, то ли еще что. Он вообще парашно выглядит. Так, еще раз, внешний вид. Да, это зимний камуфляж. Я был зимним козлом. Как я уже сказал, эмблем здесь куча, или не говорил, но сейчас скажу. Здесь есть фильтры, по которым можно точно выбрать нужную эмблему. В том числе и эмблемы ваших государств, в которых вы проживаете, и тому подобные флаги и гербы. Можно поставить надпись. Надпись может быть любой. Здесь есть тип шрифта. И можно написать либо любое слово, либо уже созданное заранее. Например, Firefly, Demonstrator, Bison, Tornado и тому подобное. Все это тоже покупается за Рио. С камуфляжами и надписями мы разобрались. Перейдем к ленте танков. Здесь у нас есть танки, и отображаются ремонтом те танки, которые действительно нуждаются в ремонте. Мы можем починить танк с довольно-таки небольшую сумму всего-навсего в 300 серебряников. 300? Да, 300 серебряников! А за бой мы получаем в среднем 3-5 косарей серебра. Как видите, у меня 0 золота, поэтому мне нужно донатить. Во обслуживании можно купить также патроны для танка. Для каждого танка свои разные типы боеприпасов и тому подобное. Здесь есть уже отображаемые настроенные и установленные модули. Это небольшой такой список. 350 всего патронов находятся в данном танке. Это не обычный, а легкий танк, поэтому у него отсутствует основная пушка. Ну, давайте перейдем к классическому танку, чтобы на нем легче показывать. Вот, советский классический ЛТП. Что может быть проще? Переходим дальше. Можно купить премиум, можно купить золото. Зарелка, я уже сказал. Можно обменять золото. Хотя раньше я помню, что была функция, когда можно было обменять, наоборот, серебро на золото. Но, либо это мне приснилось, либо эту функцию похерли. Перевод опыта. Как ясно из названия, можно переводить свой опыт в разные хернюшки. Один опыт можно получить из реала, то есть из золота. Ну, и исследования для данного танка. Все, что вы исследовали, или все, что вы пока что открыли. На складе можно посмотреть, какие танки у вас есть. На складе можно посмотреть купленные модули, снаряды, оборудование и снаряжение. У каждого параметра, как вы видите, есть фильтры. И по фильтрам можно четко выбрать, что же вам нужно. В магазине, конечно же, огромный ассортимент танков, которые создали разработчики в период с 2008 года. И ее обычной графики игры до 2014 года. И более-менее хорошей графики. Соответственно, танки отличаются друг от друга, как модельки World of Warcraft. Есть полигональные, а есть уже суперкрузисные. Танки бывают разные по цене. Есть за миллионы, а есть, вот, например, за 6 миллионов, суперкрутой фашистский танчила. Есть самые дешевые нищебродские версии за 3 куска, которые даже я сейчас могу купить, но они мне не нужны. Опять же, есть фильтры легких средних ТАУ, САУ и ПТ-САУ танков. Опять же, можно посмотреть модули, можно купить их и тому подобное. Если на складе отображается, что вы уже купили, то в магазине отображается то, что можно купить. Я ничего из этого покупать пока не буду. Но, знаете то, что это есть? Достиженьки, все, что вы получили, все, чем вы отличились. И за достиженьки дают какие-то определенные бонусы, ничтники, которые вы можете либо наметить себе на член, показывать друзьям или тому подобное. Ветки исследований огромные. У каждой страны, у каждой нации, всего нации в игре целых, целых 7. Каждая нация может крутить свои танки, покупать к ним какие-нибудь дула-мудила, прокачивать, делать новые двигатели и тому подобное. То есть, все это очень весело и сказочно проходится, если вы задрот. Вот, я, конечно, не задрот, вот, вот так вот, поэтому мне это все вот так вот не нужно. Ну и казарма. Понимаете ли, в вашем танке сидят чуваки, заряжающие рейс, наводчик, бла-бла-бла и все такое. Вся эта пизда, братья, нуждается в опыте. Когда вы воюете, они потихоньку прокачиваются. Но их можно высадить, высадить из танков, отправить в казарму, например, вот, танка ЛТП. И когда он будет в казарме, его можно обучить. Ну, сейчас вот направим какую-нибудь МС-1 ненужного танка в казарму. А теперь идем к тем, кто находится в казарме. И вот он. Его можно уволить, а можно прокачать, посмотреть полный список навыков и умений. Все, что он умеет, и его можно обучать. Вот, за 20 кусков его можно нихуево обучить в полковой школе. Можно за реал. Все это влияет на стату вашего танка, проще говоря. Людей добавили просто из того, чтобы вам было веселее. Вы не думали, что вы один такой на планете задрот. А, идем дальше. Хотя, что идти дальше. Все мы посмотрели. Сервера вот мы находимся сейчас на вотру 4. Хотя серверки у меня автоматически ищет тот, который лучше. И время вышло, показывает мне таймер. И я не успел уложиться за 8 минут. Ну что ж, уложимся, постараемся за 15 минут. Даже нет, за 14. Так что таймер. Таймер начнем заново. Вот так вот время лететь незаметно. Думал то, что все рассказал минуты за 3, а тут уже 7 минут. Перейдем к настройкам. Покажем графический настрой, как у меня стоит стандартное. Вроде все расширенное. Вот, все на максимум. Единственное, что плохо в игре и в этом движке. Сглаживание FXA. Выше FXA нету ничего. FXA очень галимое качество. Очень галимое. КСА лучше МСА. Еще лучше, хотя и устаревшая уже методика сглаживания. Звук ничего нового. Кстати, звук, вверх, тоже не особо крутой. Обычно просто списанный звук с реальной техники. Либо с эмуляцией реальной техники. Никаких тут звуковых фильтров, типа эхо, еще что-то нету. Есть позиционное аудио. Можно слышать, где взорвалось сбоку. Слева, справа, сверху, снизу. Но никаких изюминок здесь особо-то и нету. Управление аркадно простое. Вот, ВАЗ. Все, катайся. Остальное все касается камеры, миникарты и тому подобного. Можно настроить прицел, как мы видим в этой вкладочке. Его густоту. Кстати, графика здесь отображена старая. Вот так вот выглядел в World of Tanks. Так выглядел в World of Tanks в 2008 году. Сейчас подтянули графон. Но все это касается либо улучшения моделек, либо улучшенного Speed 3, либо освещения. Ну и маркеры можно настроить ими, игрокам, модельки. Все, чтобы вам было комфортно кататься и понимать, кто из какого танка и какого левела по вам судит. Все ясно, все ясно. Есть несколько режимов. Ну, вам рекомендую играть либо случайный бой, либо тренировочный бой. Если вы уже призадрачивались, идите в рвотный бой, в командный бой, в взвод и исторический. Исторический это особый режим, где участвует только реальная техника, которая реально существовала, а не была создана по чертежам какого-то там левого завода, но так и не увидела свет. То есть, только реальная техника, только реальный обвес. Случайно в режиме нереальная есть техника, то есть, которая в реальности не существовала, но и ихние чертежи, данной техники, остались. Будем играть случайный бой, потому что это самое простое. И заодно посмотрим, как устроен геймплей. Потому что про интерфейс мы сказали уже почти все. Да, может остаться какие-то фичи, но каждый их предметит сам для себя. Как мы видим, расклад у нас не особо. Здесь у нас есть и игроки нормальных танков, и игроки начальных танков. То есть, все по моему скилу. Так. До начала боя осталось. И сейчас мы начнем нашу битву на танкетках. Итак, как же выглядит данный геймплей? Если бы это была карта Малиновка, и впереди стояли домики, все бы спрятались за эти домики и сидели бы с трояльницей. Не знаю, как. Эффективно. Лучше где-то остановиться. Вот, например, за этим камушком и осмотреть, что и где у нас. Такс. Ну, особо танков мы не видим. Но когда танки появляются, их можно будет подсветить и стрельнуть по ним. В основном, вся фишка World of Tanks на этом и завязана. То, что подсветил танк, стрельнул, в конце собрало, под бабло прокачал и дальше. Катаешься, подсвечиваешь и стреляешь. Но это только, на взгляд, такого нубок пья. Это призотрачиваться. Можно открыть себе глубинные слои тактики. И у вас просто будет, ну, невероятная стратегия. Стратегия желательно играть с друзьями, чтобы эту стратегию развивать. И, соответственно, у вас будет просто своя команда, которая всех рвёт. Ну, а основной геймплей, как я уже сказал, стрели, пометься, бери, прокачайся и давай дальше. По игре, конечно, проводятся турниры. Это мощная киберспортивная дисциплина. Разыгрываются какие-то там джекпоты, соревнования. За это ей платят. За это ей есть награды. Это очень популярная в мире игра. И в неё больше всего играют страны бывшего совка. Потому что в совке танки делать умели, танками в совке гордились. А в других странах были тоже развитые танкостроительные ветки. Но танкостроение было развито. Но полагается то, что советские танки были самые крутые. Ну, это словами промытого совка, да? Я, конечно, не промытый совок, просто сказал то, что я узнал. Вот мы видим перед нами танк. И сейчас мы по нему попытаемся засадить. Конечно же, у танков есть свои показатели брони. Как я уже сказал, то всё можно исследовать, купить в магазине и сделать просто крепость движущуюся. Скорость тоже зависит от двигателя и от тяжести брони. И если у вас супертяжёлая броня, конечно же, он будет двигаться медленнее. Если у вас лёг, он будет двигаться быстрее. У меня средний танк. Вот мы сейчас не сможем по нему попасть. Но сможем вот... Зажали танкетку. И в итоге сами скатились. Вот таким образом в World of Tanks можно застрять. И посмотреть на текстурки. А, нет. Впрочем. Всё хорошо. Мы выбрались. Задний ход. В бокарину. И вот мы уже вновь на гусеницах. А, вот, кстати, луччики от солнца добавили. Я их не замечал. Оказывается, они тут тоже появились. Теперь скажу немножко про сам движок. Что из себя представляет Big World, на котором сделана игра. И какие в нём самые фичи. Игра вышла на довольно-таки старом движке 2003-2004 года. На котором издаются корейские МОРПГ для обыдления населения. Наши белорусские друзья его взяли только из того, что он может стабильно держать тут кучу игроков на серверах. Ну, и довольно-таки безотказный и обкатанный. В нём всё ясно, что модифицировать. Графика раньше в игре была херовая. Травки особо не было. Были голые поверхности. Были какие-то уёбищные берега рек. И вновь у нас закончилось 14 минут. Но мы продолжаем. Были какие-то уёбищные берега рек. И движок из себя ничего конкретного не представлял. Но в 2010 году, в 2011 началась эра обновления движка. Добавили новые эффекты, добавили травку. Стало всё гораздо красивше. И, как следствие, данная игра и вообще World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships стали ходовыми играми на движке Big World. Все остальные — это корейские ущербные по графике поделки, которые, ну просто, они вызывают никакого восторга. А вот наш World of Tanks. Он довольно-таки красивый. Хотя здесь есть над чем работать, есть что улучшать для разработчиков. И в этом направлении пашут. Недавно в обновлении 090, который я сейчас гоняю, была добавлена прогрессивная система шейдеров. Лучше отображается сталь, дерево, краска и тому подобное. И больше полигонов было добавлено на некоторые танки. Поскольку игра древняя, 2008 года, а сейчас уже 2014, конечно, есть разница в полигональности танков. Но самая большая разница в полигональности — это у World of Warcraft. Там, конечно же, модель 2003 года, рядом с моделью 2014. Это, конечно, смотрится вообще ворвиглазно. Но и там тоже запущена программа по реставрации данных моделей. И все они скоро будут нормально проработаны. Вот мы победили. Получили пять штук просто за то, что мы покатались. Особо никого не подбили. Наш танк, конечно же, подбит. Ну, не так сильно, как этого хотелось бы. В целом, вы видели геймплей, как все устроено. Я думаю, что на этом обзор все-таки лучше и закончить. И тому подобное. Но нет, нет. Мы еще раз поиграем. И я сейчас еще раз кое-что скажу. У этой игры появился недавно конкурент в лице War Thunder. War Thunder, War Thunder, военная буря или военная метель. Это разработка Gage Entertainment. Ее создают разработчики... Короче, War Thunder создают разработчики бывших L2 Штурмовик. Бывших вот этих вот симуляторов культовых. Соответственно, к ним доверия больше. И у них позиция какая? Все в одной игре. Танки, самолеты, лодки. Все в одной игре. То есть, все это взаимодействуют друг с другом. Все это на одном поле. Самолеты кружат над танками, лодки там где-то с моря. Хуярят. Ну, а танки катаются и рубят пехоту. И другие танки, и другие самолеты. И корабли. Короче, Alan War. Все в войне и тому подобное. Но в War Thunder, понятно, что план все в одном. Но в War Thunder изначально были доступны только самолеты. С недавних пор появились доступ к танкам. Но только на условиях бета-версии. Записался на бетку, и этого тестирования тебя приняли. За бетэ и так далее. Катайся хуярень. Конечно же, World of Hanks массовый. Поэтому здесь более аркадное управление. Все упрощено. War Thunder это уже больше симуляторов. Кстати, такие неплохие виды у нас открываются. Да, танки несутся. Бой. Прикольно. Дежуха. Танки там более серьезные. Их более ощущается. Там более огромные карты. Больше чем, не знаю... Больше чем, наверное, весь мир у Варика. Не знаю, какие еще игры с огромными открытыми мирами. Забыл уже. Но там будет реально гипер-огромный игровой мир. Все техники в одной карте. Более крутое симуляторное управление. Танк будет ощущаться. Будет разрушаемость. Продуктная физика. А танк будет видно. Реально танк. А не как здесь. Вот, блоха едет. И все. Ничего с этим не поделаешь. Можно, конечно, приблизиться. Но это будет очень херово видно. Так что War Thunder тоже вводит танки. И более крутые, чем World of War. Блять. World of Tanks. Насчет самого World of Tanks. Да, разработчики обещают добавить известный физический движок Хабок. В котором будет разрушаемость. И подвеску танков будет... Какая крутая И будет разрушаемость, как в Батлфилде А шучу, не как в Батлфилде Батлфилде она скриптовая, а здесь будет реально стрельнула Она реально развалилась, эти модельки взаимодействуют И в том числе вот эти стога с сеном тоже будут развалиться нормально А не так, как тут ты на них наехал, они исчезли Деревья рубятся хорошо, но тоже аркада слишком быстро завалилась Это как словами Кулешова Оконечности не гнутся, деревья Слишком быстро валятся Но по мне судят Надо разворачиваться, маневрировать Правда по мне попали чуток И я уже вижу откуда Пробил пидора Мы можем уйти в кусты И не дать ублюдку нас убить Танк уничтожен Ну что ж, вот наш танк и уничтожен Ну а мы продолжаем говорить Так вот, недавно я сказал то, что War Thunder это все в одном Wargaming поступили странно Они все игры сделали отдельными Игра про самолётики Warplanes это отдельно Игра про кораблики Warships это отдельно А про танки это World of Tanks Какое взаимодействие между ними я особо не понял Да и не вижу Где поддержка от самолётов Пускай даже и в статистике Не знаю, может реально где статистики она имеется Но визуально здесь не отображено Хотя можно было Wargaming Я могу постараться запихнуть В свой древний движок Который не так и говорит Обновили Все в одном режиме Ну увы Мы теперь ждем только War Thunder Чтобы там полюбаться Как все в одном А на гипреалистичных условиях сражается Ну а пока что играем в World of Tanks Который тоже очень неплох Я не призываю сейчас сраться фанатов Вот с фанатом ВТ Ну просто говорю то, что где-то более упрощено Где-то более задрочено Вот увидим, что сейчас БТР как танк обстреля Ооо, какой опасный момент Боже мой, что же, что же, что же Ну, да, нагрение гусеницы На что же его увеличено Так, 83 выжил Посмотрим Как же он выживет дальше Ну а пока продолжим говорить У меня сладкий чуть-чуть времени Пора бы уже подводить оценки Да, то есть мы посмотрели Небольшой короткий ролик Мы посмотрели, что как из себя представляет Давайте-ка выставим оценки Графон я поставлю Ну, 8 из 10 Потому что реально классно Геймплей в целом тоже на восьмерку потянет Вот, кстати, у меня время закончилось Но еще чуть-чуть Могу попиздить Геймплей, да, хороший Восьмерка Но из того, что он довольно-таки аркадный Упрощенный Десятку ему точно я не влеплю Но я и не обзорщик от бога Это лично мое мнение Я никого не заставляю поверить Просто ради интереса Как активисту эта игра Так вот, графон восьмерка Геймплей восьмерка Из-за своей небольшой аркадности Физика и разрушаемость Разрушаемость я оценю тогда, когда будет движок Хавок А физика в целом неплохая Танки ведут себя как танки А не как кирпичи на санках Все в принципе окей Так что физику оценю на девятку Хотя есть еще на чем поработать Но варгейминге заявили То, что они будут дальше работать в направлении Физики, хавок и разрушаемость Все это будет еще добильно не один раз Реиграбельность 10 из 10 Потому что онлайн, мультиплеер Столько танков, столько прокачки Что на всю жизнь хватит Ну а оригинальность тоже поставлю десятку Потому что это одна из тех танковых игр Которая сделала танки А популярными Б прибыльными Не без этого И В конечно же, конечно же Танки стали танками И в это стало интересно играть Раньше тоже были симуляторы танков Но как-то такого масштаба Да в онлайне Ни одного из них я не назову Если есть, то их без подсказки Никто не вспомнит Я уж их подам, не знаю Так что World of Tanks Культ Культ Культ, однозначно культ Однозначно культ Однозначно гиперспортивная дисциплина Круто Но Каждому свое Что ж, на этом у меня все Всем спасибо за просмотры С вами был Активист Следующий обзор будет На World of Warplanes Ну а эта игра хорошая Кого задело Играйте, кого не задело Пройдите мимо Всем спасибо Успехов Да, и еще такое небольшое Послесловие Вероятно, следующая версия видео Будет в формате Stream Let's Play То есть будем с кем-то По сетке В прямом эфире Рубиться И показывать Че и как Но это еще неизвестно Так что Как получится Так получится Ну а насчет срока Выхода следующего видео Так как завтра Мы уже играем В Killin' Floor То есть пятницу Суббота и воскресенье У нас Ринекейт Икс Смешанная с Left 4 Dead Мевероятно Еще будет Killin' Floor То World of Warplanes Будет Ну может быть Где-то в понедельник Во вторник Типа того Всем спасибо Пока